Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня мы с Таней продолжаем отвечать на ваши вопросы. Первую часть вы видели на Танином канале. Особую благодарность мы с Таней хотим выразить нашим самым преданным поклонникам, хейтерам, потому что только вы смотрите все наши ролики, комментируете каждое наше действие и, что самое главное, делаете нас лучше. Мы стараемся ради вас, чтобы вы как можно меньше находили в нас изъянов. Огромное вам за это спасибо. Хочу выразить отдельную благодарность Таниному мужу Дмитрию, который вы... Лена, ну что ж такое? Дима, какой-то... А ты отрежешь... Получается, пройдем и ничего хорошего. Ты отрежешь там... Получается, пройдем и ничего хорошего. Ты не уже сказал, нормально. Нет, дай еще раз скажу, все, сейчас будет. Раз, два, три. Отдельную благодарность хочу выразить Таниному мужу, которого вы слышите как голос за кадром. Дима, спасибо. Поехали. Екатерина Осетрова пишет. Любимые мои дорогие, есть один вопрос. Пишу, идя по дорожке. Вот накачал я попу со свободным весом. Еще кучу упражнений сделала. Теперь хочу походить и побегать 40-50 минут. Интервальный бег. Стоит ли мне это делать? Не сдуется ли то, что я сейчас накачал? Сдуться не сдуется, но и ничего не накачается. Но дело в другом. И мы с Таней вам раскрывали в одном из недавних видео этот вопрос. Что самое главное? У нас есть такой гормон инсулин, который питает наши жировые и мышечные клетки. Если вы делаете классическое кардио, однозначно больше питательных веществ уходит в жировые клетки. Если вы это кардио совмещаете еще и с силовым тренингом, то процентов 70 питательных веществ питают ваши жировые клетки. Вот почему большинство не может похудеть. Классическое кардио только как разминка и заминка для вашей силовой тренировки. А интервальное кардио в другой, отдельный от силового тренинга день и не больше 20 минут. Настоятельно вам рекомендую почитать статью или посмотреть видео о интервальном кардио. Как его делать в течение 20 минут. Это очень-очень важно. Видео, твое видео в инстаграм неплохо выглядишь. Купалик очень открытый, прям мини-бикини. В связи с этим у меня вопрос, как... Тим, а ну не надо про... Мини-бики, блядь, ну прям мини-бики. Ну что, Егор ему отрезать будет все нахер. Тим, вопрос про дебили, как избавляться от лишних волос. Ну скажи, ты все испортила, Таня, отрезать. Давай еще отрежем. Давай, подожди. Раз, два, три. А что мне ответить? Скажи, муж спиртом поливать поджигает. Брею! Блин, а вот Юля, крик. Куда кем-бики? Юль, Юль, давай, пойдем дальше. Юль, ты закон. Добрее мы. Добрее мы. Видео, твое видео в инстаграм. Неплохо выглядишь. Купальник очень открытый, прям мини-бикини. В связи с этим у меня вопрос, как ты избавляешься от лишних волос? Извини, если вопрос слишком личного характера. Спасибо. Может, не растут просто. Может быть. Депиляция, друзья, даже я знаю. Таня, ты молодец. Хотела, делаешь. Кто тебя любит и любит твой канал, примут твой выбор и с удовольствием будут наблюдать за твоей трансформацией. Вообще, считаю, что если наблюдать за твоим каналом с начала до сейчас, то это логическое продолжение для тебя и твоей спортивной карьеры. Короче, красава ты вообще. Продолжай. Возможно, этот проект будет самым интересным за все существование канала. О чем мы и говорили, да? Ты постоянно, постоянно двигаешься. И это логическое, действительно, продолжение. Спасибо вам за то, что отвечаете нам и помогаете. У меня вопрос. Мотивации не всегда помогают удержаться от еды. Не важно, что это. Обычная шоколадка или какой-нибудь полезный продукт. Не могу остановиться. Сметаю все на своем пути. Потом продолжаю строить планы, как буду правильно питаться на следующий день. Оно снова появляется. Как только опомнить, уже все съето. Что подскажете делать? Мне кажется, просто вы бездельничаете. От безделия тоже очень часто можно переедать. Поэтому, может, занимайтесь каким-то делом. Начните вышивать, читать книжку какую-то. И вы не будете сметать все на своем пути. Ну а если у вас питание как бы не распланировано по, допустим, действительно хорошим портинам, чтобы вы не чувствовали чувство голода. Если вы в какой-то момент чувствуете чувство голода, значит, вы недостаточно съели. Или большой промежуток времени был между пищей. Поэтому в этом, конечно, основная, может быть, проблема. Смотрите насчет этого. Распределяйте свой рацион более правильно. Правильно, Таня сказала. Но на самом деле, я хочу чуть более жестко сказать, не обижайтесь. На самом деле, никто вам пинка не даст, кроме вас самих. И вы находите, друзья, отговорки, чтобы не пойти в тренажерный зал. Оправдывайте, почему вы обжираетесь. Но все это слабая воля. Значит, вам это не нужно. А хотите не переедать? Выкладывайте каждый день фотографию своего жирного тела в Инстаграм, Вконтакте. И увидите уже, когда вас просто будут заваливать обсирающими комментариями, вы просто выбросите все, что только есть. Нет другой мотивации. Если вы действительно человек, который садится и все сжирает, то поступайте именно так. Найдите себе хороший пинок. Для каждого он свой будет. Вот девочка ее поддерживает. И знаете, мотивация, даже если помогает, то по достижению, так скажем, желаемого, все возвращается на круги свои. Я уже 4 года так и делаю, что стараюсь правильно питаться и вечно все равно много ем. Зигзагом все происходит. Что это? Отсутствие силы воли? Ну, Егор ответит. Дальше. Танюша, некоторое время я не посещала твой канал, поэтому пропустила столь важное решение. Что хочу сказать, что буквально вчера думала, а почему эта девушка не участвует в соревнованиях? Хорошие задатки и стремления есть. А сегодня попадаю на новые видео. Очень-очень рада за тебя, за твою силу воли и решимость. Хорошие качества – отличный примет для ваших будущих малышей. Я желаю тебе этого успеха, на который ты сама рассчитываешь. Победы, терпения и здоровья. Спасибо. Здравствуйте, Таня. Я тебя поддерживаю в твоем новом занятии. Ты умница, красотка. Я хочу задать вам такой вопрос по поводу ролика для пресса. Я через день занимаюсь с роликом с колен 20 раз 3 подхода. Это у меня идет как зарядка по утрам. Кроме этого, есть силовые тонировки и пресс с блинами. Раз за 4 в неделю. Заметьте, что у меня болит низ поясницы. Но когда я делаю перерыв с роликом, то все в порядке. Подскажите мне, пожалуйста, с чем это связано? Слабые мышцы или неправильная техника? Еще вопрос. Есть ли смысл делать занятия с роликом какой-то от него толку? Много мнений есть, и они все противоречивы. Буду вам очень благодарен за ответ. Я желаю вам успехов, побольше и так-то. Ну, во-первых, я не посоветовала бы качать пресс с дополнительным весом. С какими-то длинами. Однозначно. Никогда. Это идет, неважно какая техника, никогда не качайте пресс с дополнительным весом. Увеличит вашу талию однозначно. Да. Ролик – это шикарное упражнение. Если вы его делаете даже каждое утро, это хорошо. На что стоит обратить внимание, и вы затронули этот вопрос. Если болит поясница, это говорит всегда о двух вещах. Если пресс сильнее поясницы, то будет болеть поясница. Но если поясница сильнее пресса, то все равно будет болеть поясница. Вы, как я полагаю, тренируете только мышцы пресса. А мышцы кора, которые держат наш позвоночник, поддерживают наше тело в равновесии, это поясница, это мышцы пресса и много других мышц. Поэтому обязательно делайте экстензии, гиперэкстензии. Делайте планку, делайте лодочку. Лучше поменяйте все ваши упражнения утром на планку. Вот это лучше всего будет. Уберите вот этот ролик, ну, может быть, раз в неделю делайте его. Сделайте планку, какую-то там боковую, прямую планку. То есть лучше тренировать мышцы пресса таким образом, чем вот какие-то блины. Статикой, да. Но не забывайте про мышцы поясницы. Есть вопрос. Егор сказал, что можно уменьшить мышцу. Но каким образом? У меня от природы большие ноги и ягодицы. И когда я качаюсь, они растут. Подскажите, пожалуйста, каким упражнениями можно уменьшить их? Стоит ли сделать упор на кардио? Еще один вопрос. Асмите. И, ну, давайте сначала на первый ответим. Я уже отвечал на этот вопрос. У меня есть статья о локальном жиросжигании. Советую вам ее изучить. Но самое главное, нужно понять, что мышцу можно увеличить или уменьшить. Нужно создать мощный дефицит калорий и создавать травмирующий фактор. Вы должны делать, к примеру, приседания глубокие по 100, по 50, по 600 приседаний за раз. Должны разрушать эту мышцу и не давать ей питательных веществ. Ну, давать, но в ограниченном количестве. Тогда вы уменьшитесь. Но это, на самом деле, настолько трудоемкий процесс, что легче накачаться, чем избавиться от лишних объемов. Это к тому, что вы перекачали какую-то мышцу. Насколько сложно. Но, скорее всего, пришлите мне в личку, в контакт фотографии. Большинство девчонок путают мышцы с жиром. Скорее всего, у вас не так развитые мышцы, как просто большая жировая прослойка. Продолжение. Еще один вопрос о Смите. Я всегда делал приседания именно с ним, но выставлял ноги вперед так, чтобы колени не выходили за носки и был угол 90 градусов. Это вредит мне? И вы имели в виду, когда люди делают неправильно? Мы имели в виду классические приседания. То, что вы описали и как делаете вы, это классические гаг-приседы, а не классические приседания. Это можно делать смело, когда ноги выставляются вперед. Главное, не делать классических приседаний девушкам, женщинам в машине Смита. В условиях нынешней коммерциализации видео такого типа огромный подарок. Можно рассказывать много теорий, не подкрепленные никакими фактами. А вы делитесь именно опытом. Это очень ценно. Спасибо вам. Таня сильно преуспела в тренировках для души тонуса, мотивирующих роликах и так далее. Но бикини это совсем другое. Новый виток, большой шаг и серьезный спорт. Таня, удачи и тому подобное. Да, действительно, это логическое продолжение и серьезный шаг вперед. Новое испытание для тебя? Да, да. Я всегда думала, что это серьезно, и если я берусь, то берусь конкретно. Я не вижу себя в десятке, я не хочу думать о втором месте. Я иду только к первому месту, и только так нужно. Вот только так. А для большинства, я скажу, большим шагом будет просто выйти на сцену. Да. Таня, здравствуйте. Очень интересует вопрос по поводу женского здоровья. Все ли у вас хорошо с циклом? Было на протяжении ваших занятий спортом и сейчас. А как вообще нужно тренироваться и питаться, чтобы месячные не пропадали? Просто я, как только стал заниматься спортом, сразу они перестали идти. И спустя полтора года только удалось восстановить. У меня никогда не было проблем с циклом. Никогда. Даже вообще намеков на это не было. Занималась я спортом, не занималась. Сейчас, когда я в подготовке, никогда таких проблем не было. Если я буду продолжать правильно тренироваться, правильно питаться, без всяких ограничений, глупых и резких, у меня все так и будет. Если у вас такая проблема возникла, это все очень индивидуально. И я не могу, и никто не может вам сказать, почему так случилось, кроме вашего врача. Только к врачу и никогда не спрашивайте о таких вопросах в интернете. Только к врачу. Только к эндокринологу. Но из личного опыта, у меня с месячными все нормально, хочу сказать, что в первую очередь это вопрос питания. Чтобы перетренироваться и пропали месячные, я такого никогда не слышал. Поверьте мне, если вы здоровый человек, если у вас с гормонами все нормально, то вопрос практически на 100% я уверен в питании. Попробуйте добавить где-то 2-3 яйца в сутки, если у девушек пропали месячные. Обычно это помогает. Если у вас в течение трех недель не наладится цикл, то обязательно сходите к врачу. А лучше, Таня, права не тянуть, с такими вопросами касаются здоровья, сразу идите к врачу. Каждый раз, когда я листаю ленту в инстаграм, наткнулась на твою новую фотографию, Таня, я получаю огромнейшее эстетическое удовольствие, потому что ты красавица. А вдобавок к этому и заряд мотивации. У меня к тебе вопрос. Можно ли самостоятельно добиться каких-то своих идеалов в тело, тренируясь в спортзале без помощи тренера, так как нет финансовой возможности, например, руководствуясь теми же самыми видео на YouTube? Конечно, можно. Все зависит только от вас. Если вы смотрите мой канал с самого начала, года два, наверное, я тренировалась только в домашних условиях. И все, что вы видели на протяжении двух лет, моя фигура создана только за счет правильного питания и тренировок дома, просто регулярных и мотиваций, естественно. Потом я захотела большего, я пошла в тренажерный зал и все, до момента, когда я решила подготовиться к соревнованиям, это все только мои силы, только мои знания. И этого вполне достаточно, чтобы просто быть в хорошей форме. Красавцы! Как же радует, что среди русскоязычных есть реально понимающие в этой теме, в теме спорта. Егор вообще очень понравился, говорит реальные логические вещи и сравнивая его на высоте. От души вам лайк, лайк, лайк и тому подобное. Очень вас всех хвалят. Спасибо. Как Танина родители отнеслись к тому, что она участвует в фитнес-бикини? Мне нужно спрашивать разрешения у родителей. Меня всегда родители поддерживают и, что бы я ни решила, они только будут рады. Если я движусь вперед, а не назад. Такой вопрос, как бы ты решила в немецких фильмах выступать. Поменять пол. Да. А можно ли принимать протеин подростку? Это все равно, что можно есть курицу подростку. Протеин – это белок. Почему не задаются с вопросами, а можно есть детское питание? Друзья, протеин, детское питание – это все одинаково. И я вам скажу, что если брать детское питание, оно более насыщенно… Многие спортсмены едят по детскому. Там столько жира, что вы представить себе не можете. Егор такой приятный, светлый человек, по глазам видно. Это я специально так стараюсь. Дима, как ведущий программе «Что, где, когда» – внимание, вопрос. Так, девочка пишет. Я плохо чувствую ягодицы во всех видах приседаний. Можете максимально подробно рассказать о технике, чтобы их прочувствовать, чтобы они работали? Давай сделаем, может быть, отдельный ролик вообще о приседаниях. Здесь скажу следующие советы. Во-первых, чтобы чувствовать ягодицы в приседаниях, мало людей на такое способны. Но самое главное – должна быть широкая стойка. Носочки должны быть разведены в стороны. И нужно действительно глубоко приседать. В приседаниях, как в сексе, чем глубже, тем лучше. Старайтесь присесть гораздо ниже параллели. И самое главное, чтобы мышцы болели после тренинга. Приседания – это базовое упражнение, которое включают в работу все мышцы. А невозможно сразу чувствовать весь организм, правильно? Поэтому не переживайте, что вы в приседаниях именно во время движения не чувствуете ягодиц или еще чего-то. Следите за техникой. Вот о чем должны быть все ваши позывы, ваши мечты и стремления. Но помимо этого, если ты бездумно любое упражнение выполняешь, ну как бы 90% подействует. Но если ты реально мозгами включишь, садишь свои мозги вместе с пятой точкой, эффект будет совсем другой. Кстати, вот очень хороший комментарий и забыл. Когда вы делаете любое упражнение, не делайте, а потом ждите, где что-то заболит. Он говорит, напрягите целевую мышцу. Ты совершенно права. Перед тем, как присесть, напрягите ваши булки до сжения, до звездочек в глазах. И попробуйте, сохраняя это напряжение, присесть и увеличивать это напряжение, когда вы встаете. И с каждым новым, с каждым новым повтором, как насос, накапливайте это напряжение. Представьте, что ваши мышцы реально как насос какой-то, что-то разжимается. Арнольд Шварценеггер рассказывает о том, как он качал свои бицепсы огромные. Он говорит, что он закрывал глаза и представлял, как с каждым повторением его бицепс раздувается, раздувается. И в конце тренировки я представлял, что он заполняет собой всю комнату, в которой он находится. Таня права. Концентрация в первую очередь. Таня, спасибо вам большое, это очень интересно, с нетерпением жду следующих выходов этой серии про бикини. По-моему, это первый раз, когда я взглянула на бикини в положительном ключе. Ваши тренировки очень нужны и нам, не выступающим. Смотрю Танюшины видео, девочка пишет, уже года три, не меньше. Очень обрадовала тот факт, что она решилась выступать в таком серьезном виде спорта. И, наконец, показать свое шикарное тело. Вопрос, Таня. В одном из старых видео ты говорила, что у тебя стоит цель улучшить показатели в растяжке, сесть на шпагат и так далее. Очень ждала видео на растяжку, но с тех пор про растяжку ни слова. Так вот, если сейчас такие цели или растяжка уже неинтересна, удачи тебе в настоящих рассчитаниях. Ну, со шпагатом я думаю, что это слишком, но в плане растяжки это необходимо для того, чтобы уж полноценно подготовиться к соревнованиям. Потому что мышцы мышцами, но прогибы, изгибы тела, если у меня будет хорошая растяжка, они у меня будут получаться еще лучше. Позы будут более проще получаться, не будет какого-то напряжения, больше я смогу растянуть ягодицы, бицепс, бедра. Это просто необходимо. Поэтому я стараюсь каждый день делать растяжку. Конечно, для меня это самое худшее. Силовой тренинг. Почему? Тяжело растяжку. Мне вот терпеть боль в плане растяжения мышц, это самое ужасное. Я не знаю, я включаю в себя музыку, стараюсь не думать об этом. Дима мне помогает. Но это самое сложное. Конечно, с каждым разом все легче и легче будет получаться. Но просто в этом плане я себя пересиливаю. И вот каждому свое что-то даю. Кому-то легко делать кардио часами, кому-то легко. Можно сравнить с тренировкой икр. Ой, я извиняюсь. С тренировкой икр. Вот эта вот боль при тренировке икр, тянущая боль, вот это как на растяжке. Но это крайне важно. По одной самой важной причине. Когда вы даете нагрузку на ваши мышцы, они имеют тенденцию сокращаться. И если их не растягивать, они не будут возвращаться в свое нормальное состояние. Да, если быстрее лучше будет трясти. Вот эта крепатура, так называемая, она хорошо. Но если вы ее не растягиваете, не избавляетесь от нее, мышцы сокращаются. Со временем действительно укорачиваясь. И потом, в один прекрасный момент, даже под легкой, привычной для вас нагрузки, вы можете получить серьезную травму. Обязательно каждый вечер перед сном делайте комплекс растяжки. И после тренировки нежелательно, да? После тренировки можно, но очень-очень легко дозировано. Если вы не уверены, что вы сможете, то лучше не делать. Но ни в коем случае не делать во время тренировки, между подходами. Это противопоказано. Кусечка? Кушать хочешь?